На чужой вершок не разевай, роток! Мой приют. Нет, мой приют. Делят приют. Сапог приюта делят. А я тут котяра чипирован. Интервью дадите, товарищ? Благодарствую, акробат. Ласки заходишь, не так раскорячишься, да? Давай, давай, давай. Удержался. Прям супер акробат. Как вы считаете, есть жестокое обращение с животными здесь в приюте? Я думаю, что нет. Вот такой шикарный участок выделила администрация. Уж не знаю, выйдется тут рыба или нет. Приезжайте на рыбалку. Слушай, иди к отелесам, полям. И возьми своих животных, занимайся ими. Ой, ой, мне кто-то на голову сел. Вот здесь дыра и вон там дыра. Вот они за кустами, чтобы под видеокамерой не попадать, проходят сюда. Так, это кто? Это копейки. А, так как... А, так как... А, у меня терапия полезная. Как я вам завидую, что у вас такой человек помогает. Свет, читал, показал. На месте, извините. Чтобы энергию, что они тратят на споры, направить на дело. Да, вот именно. Куда интереснее скандалить. В паутине все. Даже и ручка в паутине. Никто ее не трогал. Сжава уже давно стоит. Она жаляет. Ее сейчас бесполезно даже открывать. Даже кочерга в паутине. Тут уже все заржавело. Они тренируются. Перетягивание каната. С одной стороны цепь, с другой этот сапог. Скучно как-то. Ну, постоянно скандал и в отдел полиции. А тут хопано. А чем? Да. А как? Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. А тут приют, волонтер в полицию. Приют, волонтер, полиция. Благодарствуем. Волонтеров гораздо быстрее, да? Ну, конечно. Конечно. И быстрее, и тише, и спокойнее. А так засниму, как он это. Акробат. Ласки заходишь, не так раскорячишься, да? Сколько их тут? Тридцать. Тридцать? Ничего себе. А это самый, самый акробатистый он куда полез. Давай, давай, давай. Ой! Удержался. Прям супер акробат. Пол чистый. Тут они спят. Тут они кушают. Общак. Тут в туалет ходят. А я тут котяра чипиру. Отливатель. Обязательно. Интервью дадите, товарищ? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Татьяна Крылова. На приюте я нахожусь уже больше года, с августа месяца, как мы с мужем приехали в Суркут. И вот с тех пор мы как бы попросились к Ангелине. Нам Ангелина пошла на уступки, выделила вагончик под кошек, где мы все оборудовали для них. И вот с августа помогаем. И своими хвостами занимаемся, и приюту, соответственно, помогаем. Как вы считаете, есть жестокое обращение с животными здесь в приюте? Я думаю, что нет. Такого я не вижу. Я вижу, как кормят, как следят. И жестокого обращения я не вижу. А хозяева часто появляются на участке? Да. А подскажите, тут вообще какой объем работ был сделан за 9 месяцев? Вы считаете, вообще пригодный участок выделили? Когда мы приехали только, уже часть траншеи была разравнена. Получается, дорога уже была изначально, когда мы приехали. И вот траншеи были. То есть были вот как раз где вольеры стоят, была огромная траншея. Вот такой шикарный участок выделила администрация с проточной водой. Уж не знаю, выйдется тут рыба или нет. Приезжайте на рыбалку. Были по самому участку, тут три раза их перерывали. То есть только за роем, получается. Опять придут, накопают. Техника много работала? Очень много. Практически до поздней-поздней осени. Вот мы приехали в августе, техника уже была при нас, она сколько работала. Мы присутствовали как раз в вагончике вот эти, когда серии привозили. Тоже, получается, мой муж принимал, помогал. Очень много было техники, очень много, большой объем работы произведен, чтобы подготовить. Как Вы считаете, с чем связаны нападки волонтеров? Ну, я думаю, тут личностный конфликт больше. Тут как бы просто не смогли между собой найти общий язык. И поэтому как бы начали вот ругаться, кусаться одно за другое. И дальше оно вот все больше и больше развивается. И никто просто не хочет уступать. Ну, это явно не из-за жестокого обращения. Потому что собаки действительно напорненные, напоенные. Это большой труд. Вот действительно, я для себя вот скажу так. Вот я занимаюсь кошками, да, давным-давно уже занимаюсь ими. И вот пришел бы ко мне, допустим, человек, вот сколько я сил вкладываю, да, может быть, у меня не идеальные там условия, да. То есть, ну, это старается каждый человек в меру своих сил это все сделать. И вот приходит ко мне человек, один придет, скажет, давайте я Вам помогу. То есть, вот уберусь там, корма принесет. Я, естественно, буду рада, впущу, скажу спасибо. Но придет другой человек и зайдет просто буквально с ноги и скажет, а почему у тебя вот этот загибается, а почему у тебя вот этот худой. Я, естественно, такому человеку скажу, слушай, иди к это лесом полем и возьми своих животных, занимайся ими. Вот. Здесь вся суть конфликта. Благодарствую. Здравствуйте. Вас только двое, что ли? Есть, я все видела. Вас только двое? Посмотрели видео, нет? Посмотрели. Вы же ничего плохого. Здрасте. Здрасте. Мы вас ждем. Здрасте. Посмотрели видео? Да. Смотрел. Сейчас еще одно идет в эфире. С прошлого раза? Про позавчерашнее задержание. Задержание. Тихо. Первое предупреждение было. Вы неправда. Второе предупреждение. Да. Дважды предупредили. Следующее применение физической силы по 19.3. Неуполнение законных требований сотрудника полиции. Что, попытка покинуть место правонарушения? Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. А вы хозяев спросили? Откройте свой приют. А, то есть собаки хотят, что... Откройте свой приют и забойтесь сами. Возьмите ответственность за себя. Еще раз накажем. Один из полицейских едет с ними. Потому что была попытка покинуть место правонарушения. Благодарствуют. Вас быстро отпустили? Ну я-то заявление написал, я допустил. Его не задерживали. А их за решетку завели в дежурную часть. То есть по идее должны были протоколы состоять. Так, подстилка есть. То есть туалеты есть сухие. Наполнители, дизайнеры по всем углам стоят, чтобы не это... Так, и сухой корм общая миска, да? Тушка всегда стоит, да, общая. И раз в день вечером даю влажники. То есть там... Боев нету, да? Вроде бы не... Нет, они все где-то... Вот этот худой что-то совсем. Что с ним? Не знаю, она у нас в кресне, многие худеют, потом не поправляют. А это нет, это у нее, она помесь с кормиш рексом. И у нее вот все время под пушек он пропадает. А можно на стол, я посмотрю, там воспалительный процесс есть. Пропадает, потом опять вот она идет, покрывается. Просто как будто выпадает. Он вот лусеет, она всегда так, видите? Это вот у нее как бы такая, это у нас с самого начала, поймать чего-то с чем-то непонятное. Надо это, чистить уши. Смотрите какие. Ну да, кстати, интересно. Ой, у меня кто-то на голову сет. Так, только одна, да? Количество животных? Тридцать. Тридцать. Из худых еще вот истощенная, мы ее нашли беременную, тоже вот сейчас выкармливаем. Ее пока даже стерилизовать не завязывается. У вас коты-кошки вместе содержатся? Косты абсолютно все кастрированные. За этим я сразу слежу, то есть забираю домой, когда нахожу, забираю домой, вожу в порядочек. Кастрирую, только после этого уже. То есть получается приплоды у вас они... Нет. За этим у нас много служат. Значит печка у вас есть, да? Печка, это у нас. Мы ставили, да? Но я видел, когда мы приезжали, что у вас дым шел. А кто и тупики дровишками или у вас кто-то поближе? Для нас вот здесь вот она получается сама железная печка, потому что мы тут в том, чтобы они не обжигались, чтобы они не подлазили. А так, да, Иван, сейчас вот на зиму будем проводить электричество уже, чтобы... Ну все очень чисто. Ну, спираемся. Как бы есть, видно. То есть отдельные есть клетки для некоторых, да? Ну это на случай, если вдруг кто-то там дерется, еще что-то. Так, я сейчас сделаю фотографию. Угу. Документы, которые вы предоставляли, да? Вакцинацию медспециалисты делали? В прошлый раз, когда? Ну, 2 июня, полностью всех получается это. И акты, и паспорта, все есть. У нас удовлетворительное состояние. Вызывало подозрение кошка, которая лысает. Ну, она прям вот у породы сама такая, то есть там помесь чего-то с чем-то. У нас есть сфинкс порода, которая лысая. Она вот каждую весну у нас вот так вот лысее, то есть под фишек вот этот весь слазик. Вы еще добавляете животных сюда, новых, или содержите тех, которые есть? Содержу тех, которые есть, новых я не беру. Ну, все, а вы одна или мама еще помогает вам? Ну, да. То есть вдвоем, да? Да. Курзик. Сейчас вот выгул делаем летний. Вот здесь хотите сделать одноресное? Да, мы хотим полностью вот это делать. Курзик. Вот здесь дыра и вон там дыра. Вот они за кустами, чтобы под видеокамерой не попадать, проходят сюда. Ну, уже что-то, да, использовали его, я смотрю. У нас нет. Нет. Тестировали, может? Нет, у нас мощностей электричества таких нет. А на чем, на газу или на дровах? На дизеле, по-моему. Ну, чтобы мотор работал, то ему электричество там надо. Ну, у нас туда даже, где-то, и проводка не дотаем. Ну, уже не надо. Так, это кто? Третий вольвер. Это капельцы. А, так как... Паралы. А, так как... Паралы. 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 Пиши черную краску. Чего есть? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok